Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Валентина Ковердяева. Этот выпуск я снимаю специально для моего плейлиста о путешествиях Holiday Everyday. И сегодня я вас приглашаю на базу отдыха BoCamp. Сегодня я буду проживать в BoCamp 1. Это домик с розовыми ставнями. А еще он по-другому называется домик художника. Как вы понимаете, все потому что здесь есть особенный интерьер. В этом видеоролике я расскажу вам о том, чем могут пользоваться гости кемпа, что есть в каждом из домиков, чем можно здесь заниматься. Покажу домики внутри, покажу территорию снаружи. Ну и в общем расскажу вам обо всем, чем буду сама наслаждаться. Продолжайте смотреть этот ролик, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы мы с вами не потерялись. Я сразу влюбилась в этот домик еще на моменте выбора площадки, куда поехать отдыхать. Этот домик максимально вмещает до 4-х человек. Стоимость в будни 6 тысяч рублей за двоих и плюс тысячи рублей за каждого приглашенного гостя. В моем домике художника есть вот такое кресло, стол, стулья, чайно-кофейная зона, индукционная печь, чайник, всякие вкусняшки, бокалы, они нам сегодня понадобятся. Есть классный холодильник, раковина. Вот такой интерьер внутри, можно послушать пластинки, можно взять книжку, почитать. Вот это, смотрите, этикет для истинных леди, хорошо выглядит. Домик двухэтажный, на втором этаже спальное место для двух персон. И здесь также раскладывается диван, если вы приехали с друзьями. Давайте посмотрим на зону ванной комнаты. Как и было обещано, здесь есть все необходимые душевые и гигиенические принадлежности. Туалет, стильный дизайн, классное зеркало и душевая кабина. Чисто, красиво. Давайте поднимемся наверх. Кстати, если у вас есть дети, здесь есть игрушки для детей. Какие-то дополнительные, вот, кстати, есть решетка, средства от комаров. Но я отдыхаю в октябре, поэтому средства от комаров мне точно не понадобятся. Вот он второй этаж. Двуспальная кровать. Классное чистое постельное белье, обожаю. И вид со второго этажа, вот такой открывается. Кстати, очень надежная вот эта лестничная система. Это первый домик такой, в котором я вижу именно такой формат надежной защиты от падения. Это круто. Пойдемте на улицу. У каждого домика есть своя веранда. На этой веранде есть деревянная мебель. Это какой-то подарок мне оставили. Возможно, белочка принесла. Вот такая подсветка. Вечером здесь будет очень атмосферно красиво. Есть мангальная зона. С вот этим ветерком. Это, наверное, единственный уже мокрый. Гамак. Можно приготовить будет себе ужин. Вот так выглядит мой домик. В самом сердце леса. Слышу, как подъехала еще одна машина на парковку. Значит, у меня есть сегодня соседи. Вот это общая зона. Как вы видите, есть первый домик, второй домик и баня. Давайте прогуляемся по территории. Смотрю, есть техзона. Тут сабборды. Можно взять и поплавать. Как раз дойдем, посмотрим, где. Здесь костровая зона. Вот это домик с голубыми ставнями. А вон там, наверное, как раз баня. Баня оплачивается отдельно. Около, по-моему, четырех или пяти тысяч рублей она стоит. Тоже вот у нее есть и своя чайная зона. И вот непосредственно место, где все парятся. Ну, расстояние, кстати, между домиками приличное. Это плюс. Это круглый дом. Им я тоже интересовалась. Сейчас покажу вам картинки этого домика внутри. Давайте даже попробуем вот с этой стороны его немножко обойти. У него большие высокие панорамные окна. И тоже есть свой собственный выход в сад. Я пошла изведывать территорию. Такой не самый надежный мостик. Интересно, куда он? Меня приведет... Вот здесь есть такой пруд. Не знаю, он прям мелководный. Вряд ли здесь водится рыба. И как здесь можно кататься на сабборде, тоже непонятно. Либо куда-то ушла вода. Мой отдых в Бо Кемп подошел к концу. Я уже выселилась. Хотя у них заселение с пяти часов, выселение с двух. Но мне пора на работу делать великие дела. Могу рекомендовать эту базу отдыха для вас, для вашего отдыха выходного дня. Или, может быть, вы соберетесь на уикенд. А кто знает, можно и недельку здесь целую провести. Есть все необходимое для комфортного отдыха. Плюс, что мне понравилось. Очень тихо, спокойно. Никто тебя не трогает. В принципе, я даже ни с кем здесь не виделась. Здесь заселение, выселение происходит без хозяина. На территории есть всего лишь три домика. То есть максимум человек 12 здесь можно встретить в какой-нибудь пиковый летний день. А так приехать, отдохнуть телом и душой. Самое лучшее, что нужно для каждого из нас. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Если остались вопросы, напишите мне их в комментариях. Подпишитесь на канал. Я достаточно часто путешествую, делюсь своими открытиями. Мне будет очень приятно, если один из таких моих обзорных роликов поможет вам выбрать место для вашего отдыха. Все. Всем пока-пока.